господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно деяния святых апостолов это у нас второй том с толкованием блаженного филакты с комментариями начинаем сегодня у нас 8 декабря 2016 года четверг все считай по книге по книге можешь по книге считать деяние первого глава 1 стих первую книгу написал я тебе феофил о всем что иисус делал и чему учил от начала толкование блаженного филакта напоминает лука феофилу о своем евангелии чтобы указать на свое весьма тщательное отношение к делу луки 1 глав 2 3 стих и так напоминает об евангелии с целью напомнить о том с каким тщанием оно написано а об этом вспоминают для того чтобы имея в мыслях такое же отношение тщательное отношение к делу при составлении и настоящей книги быть как можно более внимательным к тому что пишется лука указывает на то что он не опустил ни одной из вещей существенных и необходимых из которых познается божественность и истинность проповеди потому что и лука и каждый из евангелистов своих евангелиях во главе всего поместили то еще познается божественность и истинность проповеди и притом в такой точной форме к бы по какому образцу воды буду делать комментарии наш необычное издание нового завета 3 томник 752 страницы в каждом томе обычный блаженный феофилакт когда издавали до этого его то место описания они взяты на сроком на славянском главы и стихи не указаны непрофессионально издана и доходит до послания евреям и все с откровением я не слышал и не знаю ни восточной ни западной церкви мы издали полное толкование при том с комментариями 297 даю комментарии какие а вот вы выделяется жирным познается божественность и истинность проповеди то есть выделяете места где речь идет о проповеди это самое гиблое место у православных вот что сказала матрона земельки взять к мощам приложиться это будут стоять очередями сутками но словом можем заниматься не будут явно это что-то не от бога тщательность об этом напомню места книга иисуса новина 1 глава 8 стих да не отходит книга сия от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить дабы в точности вот об этом господь говорит евангелие от яна 5 глава 39 стих исследуйте писание ибо через них через писание речь идет о ветхом завете вы думаете иметь жизнь вечную а они свидетельствуют а мне а мне с большой буквы о христе когда говорится исследуйте писание это не просто считаете а тщательно вникайте что этот оборот значит с каким он сочленяется было ли об этом сказано толкование только то истинное которое не противоречит ни одному слову библии а если она разваливается как вот тысячелетнее царство тысячелетнее царство у сектантов то ясно делал что это не от бога там написано привела и пшеница грешники и праведники до жатвы жатва кончина века они за тысячу лет возносят это я делаю пояснение здесь я даю 297 комментарии относительно необходимости проповеди слова божие далее подобным же образом изложил обо всем этом и сам иоанн богослов они не опустили ни одной из тех черт через которые с одной стороны познается и становится предметом веры служение слова по плоти с другой сияет и открывается величие его по божеству иоанн говорит что если бы по частям и вкратце описать все что сказал и сделал господь то и тогда не вместить бы миру написанных книг но тем более не вместить бы если бы кто пожелал изложить в писании все дела и слова господни с исследованием их значения потому что значение их и причин по которым творил и говорил господь человеческий разум не может не вместить не познать по той причине что все то что он творил в человеческом естестве творил как бог с этой стороны нельзя нельзя дел и слов христовых не в слове выразить не в писании передать вот почему говорят нельзя вместить слава иисусу христу татьяна капустина всегда звонит утрами вот у нас такой пароль телефон стационар он не включается пять секунд ему успеем переговорить и нас не высчитывается за это я попутно хочу сказать везде надо смотреть как без обмана это не запрещается и это предусмотрено на это а за лишние разговоры высчитают и вот здесь допустим почему христос не был когда лазарь умер теперь как они познакомились и как вот эта сама его жизнь привела к тому что они должны были встретить этот закхей он интересовался залез вот подробно все описать а какая была биографию закхея чем он занимался почему у него профессия была такая грабительская ну как сегодня коррупционер там взяточник депутаты оборотни он обманывал народ народ ненавидел их они лишнее брали в налоги разные находили как сейчас оштрафовать человека как гаишники он найдет на что штрафовать это самое негодно вот гаишники которые отбирают людей это паразиты грабители бандиты настоящие я много проехал и знаю так вот если все описать а почему именно он встретился а почему вот кто-то отстал от самолета заболел или что-то самолет разбился вот если все эти сочленения смотреть это были бы может быть тысячи и тысячи томов самому миру не вместить то есть не понять не то что не вместить все книги библиотеки можно собрать в одном городе поместятся и далее впрочем допуская то что это прибавление есть гиперболический оборот речи и не безусловно говорит о том будто мир не вместил бы написанных ник если бы изложение было пространее можно сказать еще и то что этот евангристиан как развивавшихся более чем другие теоретическое созерцание действительно знать все творения и дела спасителя не только те какие он и в его плоти но и те какие он совершил от века как без тела так и с телом если бы кто решился описать черты природы происхождение различия сущности и прочее каждого из этих дел то есть и допустить возможность этого миру невозможно было вместить написанных книг если же кто под словом мир станет разуметь не просто мир но человека лежащего возле и помышляющего предметов мирских и плотских потому что слово мир понимается так во многих местах писания и в этом случае верно говорит я что если бы кто захотел описать все чудеса совершенные христом то таковые люди расположены от множества и величия дел христовых скорее прийти к неверию чем к вере не могли вместить написанному и потому то именно евангелисты часто проходят молчание целую толпу исцеленных и обходит множество чудесных действий обозначая только общий факт что многие избавились от различных болезней что много было чудес и тому подобное а перечисления их не делают потому что для людей не способных понимать и обольщенных перечисления по часть по частям многих чудес обыкновенно служила поводом скорее к неверию и не нежелание слушать проповедь чем к уверованию и к расположению слушать разумеет чудеса и учения впрочем не одно это но и то что иисус учил и делом потому что не словом только увещевал людей делать то и ли другое сам же не делал этого но делами которые сам совершал убеждал и их подражать ему и ревновать о добродетели должен знать что феофил был один из обращенных к вере самим лукою и не удивляйся что улока явил так много попечения об одном человеке так нет воли отца вашего небесного что погиб один из малых сих матфея 18 глава 14 стих почему же пище одному феофилу пишет писал виноват почему же пиша одному феофилу он написал не одну книгу но разделил предметы на две книги для ясности и для того чтобы не затруднить читателя да они да они разделялись и по содержанию и потому справедливо разделил предметы повествования на две книги а какие две евангелие и деяния и деяния комментарии 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 л что означает и найти лапкин вот так это в книге другим шрифтом и отчеркнута двумя черточками я не даю толкования никакого я даю только комментарии дальше и англатаус своих поучениях постоянно напоминает слушателям о их родине то есть о райских обителях откуда не спало человечество адам был близок создателю и беседовал с ним но грех побудил его скрыться от голоса божия бытие 3 глава 8 10 стих и услышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая он сказал голос твой я услышал в раю и убоялся потому что я наг и скрылся и ныне когда в человеке есть нежелание слышать слово божие нежелание слушать проповедь основан на священном писании это показывает что человек не примирился со своим создателем он все еще находится в стадии беглеца скрывающегося от своего благодетеля слово божие рождает заново душу пробуждая от смертного сна великая и непостижимо страшная трагедия произошла с россией и все только от того что люди не знали слова божия не получили рождение свыше от слова божия и потому стремились заслугами сатаны чтобы построить светлое царство на земле так это комментарий такой дают на мои комментарии иногда нападают а что я сказал я сказал причину выявил добавляя какие святы отцы об этом говорили больше ничего нет далее деяние 1 глава 2 стих до того дня в который он вознесся дав святым духом повеление апостолам которых он избрал толкование изрек им духовные глаголы ничего человеческого тут не было потому что заповедовал им духом матфея 28 глава 19 20 стих и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая соблюдать все что я повелел вам и сей я с вами во все дни до скончания века аминь тут главное что что господь дает последнее повеление я сравниваю как отец или мать уезжает и детям наказывает то делайте то то напойте скотину не забудьте только жарко скотина чтоб не сдохла куриц накормите это здесь тарет накормите души крестя их уча что научите все народы а тут своих не учат даже монастыре живут спрашиваешь ничего не знают при церкви работают по 20 лет я спрашиваю ну церковь называют у нас собор покровский что означает покров ни одна бабка не могла объяснить при церкви работают ну хоть раз с вами настоятель беседовал ни разу а почему он боялся страх уничтожает все таланты страх это ужасно и далее 1 глав 3 стих которым явил себя живым пострадание свое со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней являясь им и говоря о царстве божием толкование сказав прежде о вознесении говорит потом я воскресенье с большей осторожностью и мудростью он постепенно развивал в них две стороны и веру свое воскресенье и убеждение считать его выше человека хотя одно другому противоречило потому что из веры воскресенье должно было возникнуть представление о многих сторонах человеческих а из того что он выше человека противное почему же он являлся не всем а только апостолом потому что многим не понимавших этой неизреченной тайны явление его показалось бы видение если уже и сами ученики сначала не верили и смущались даже нуждались прикосновение рукой и и в общей с ним трапезе то как должно было поразить явлением его толпу вот на эти вопросы мы даже сами уже отвечать я говорю у нас была еврейка имела к нам ход она не была членом общины но причащалась причины тут свои были я говорю от вы мессианские евреи называетесь а христа не верить и приняли что он мессия что он бог не признаете и она веру и не пела на вы бы признали его когда он был здесь как но вы пригласили вот как захей его к себе ну да он за столом у вас сидит и вы признали что это бог я нет не признал бы насчет адаст нас спрашиваете мы в этом состоянии находимся в том состоянии уже нельзя находиться апостол павел горит если мы христа знали по плоти то отныне не знаем того христа который жаждал алкал уставал пил прослезился это свойство человеческой плоти не боже не божественное и поэтому сегодня мы такого не знаем мы знаем воскресшего и когда о боге что говорится вот о боге просто бог и дальше что как я говорю такое выражение которое не как бы трудно воспринимается все что о боге говорится в библии это не точно а уже совсем дальше говорит то требует разъяснения в этом ну как про струны и дома сапог мой ну что бог сапога ходит не в ботинках ну и все что о боге говорится и раскаиваться что сотворил человека раскаивается когда не знает женился и раскаялся она оказалась такая хлюпик в больнице ходящая поликлиника ничего не делать везде противоречит мужа позорит я раскаюсь как угодил-то то и до конца до развода доходит бог знал все это говорится по человеческим свойствам называется антропоморфизм очеловечивание вот как бы если он был бог человек как человек то нельзя было не раскаяться я однажды сказал даже еврею я говорю такое впечатление складывается что бог ошибся что избрал еврейскую нацию боевый избранный народ самой кровожадная нация что они с россией сделали революция 100 миллионов жизни это не один гитлер этого не делал а у себя кричатом 6 миллионов холокост а холокост русскому человеку кто устроил кто обобрал его и сейчас говорят прямо открыто в интернете что благодарим русских евреев которые в россии что вобрали россию у нас теперь пенсии тут высокие ну миллиардеры в один день березовский но ничего это не дает для души это я не завидую я просто говорю ну и как богу не укажешь он так знал он нашел что-то пометил этот народ как один писал пущи глаза горбоносая сволочь его за это при суд признал да а я заступился и сказал выпущи глаза сократ говорит глаза на выпучку я вижу по сторонам у тебя впало и ты видишь только впереди это хао горбоносы горбонос их много он их выделил его видно по если он чистопородный еврей его видно как он говорит как он со стеснением какой обиход его видно и бог знал но не главное есть чтобы пришел мессия и которые не приняли а господь гортиной придет его примите там 543 читать надо евангелия пьяна и вот ни одна нация так не ожидает мессии не готовится к нему как евреи они его воцарят то есть антихриста эта история запланированная богом была план божественный и поэтому мы даже сказать да и аминь я соглашаюсь он пришел а евреев то и нету скотомогильник почему к погибшим овцам израиля вы видели где много вес волк подерет и они заброшены никто их не закапывает это вот скотомогильник яму копает могила это где люди а где скотина скотомогильник а он пришел погибшим овцам израиля чего вы удивляетесь то как я сказал гром мощи которые это трупы вы трупа поклонники да как можно святые мощи ну кто мощный матрона святая ксения петербургская святая но если они святые то наверное по жизни это более отменный конечно еноха или я но написано когда их убил то бросил трупы их на улице трупы и сам господь себя называет трупом где труп там соберутся орлы вот мощи еще согласно если сказать ящик в него заложили кости нет рака рака обязательно потир лжица слова-то такие напоминающие окормлять многие говорят окормлять имеет одно значение перекармливать отравлять два значения только откройте слова реже кого кто это придумал воцерковлять более поганых слов не встречал и при том церкви нет такого слова воцерковлять это научиться через какое плечо свечки подавать мерзостные слова а что рождение свыше об этом разговора нет то есть сатана полностью переформатировал слова уста тех которые вот это все говорят никогда не употребляйте слова проблема никогда это слово не наше а какое-то да нерешенные вопросы и все заменилось нерешенные он создает нам нерешенные вопросы такие их надо решать и ты поняла проблема ничего не проблем проблем я попутно говорю дальше не я не 1 глава 4 стих и собрав их он повелел им не отлучайтесь из иерусалима но ждите обещанного от отца о чем вы слышали от меня вот это монастырь говорят божья матерь там не больше матерь христос основал монастырь один монастырь на всю вселенную на 10 дней и дальше все кончилось да монастырь действительно никуда не отлучаетесь сидите в иерусалиме в стенах никуда не отлучаетесь это монастырь мандра стена это мандра архимандрит вот тут будет архимандрит это господь повелел и доколе доколе не обречетесь силою и раз строят все монастыри монастыри это означает в россии нету крещение духом святым у православных и поэтому они строят эту мандру стены и все время монастырях они сидят пока не облекутся силы а если облеглись силой дух святой сошел они сидеть не будут дух святой будет как огонь разлитый в костях как иеремия говорит они даже не понимают что они делают вы сидите на одном месте серафим сидел там иерусалим строил но играл в этом это вот обращайте счет иордан понимаете детская игра детская игра нехорошая игра идите по всему миру нет я сделаю здесь вот маленький тут иерусалим и ко мне будут идти то есть наоборот поворачивает а что это это обмельчение истребление это изничтожение талантов какой талант у тебя если ты будешь сидеть идите по всему миру идите изучайте языки идите бог даст знание языков идите а теперь сидите в иерусалиме ждите обещанного от отца а было еще так ждать где-то но если знаете где покажите видение какое было то является человек в виде македонянина как югослав и приди к нам помоги нам все видения были об одном иди проповедовать сегодня все видения построить монастырь от кого эти видения явилась икона икона по воздуху перешла я жития начитывал знаю это антихристианское учение если это христово тут совершенно противоложен анти анти это не я говорю это писание говорит анти против почему сектанты так успешно они идут от дома к дому самая быстро растущая сектор так называемость видеть или углы все до одного идут даже бабка сидеть с внуком на его за руку и пошла хоть и в два-три дома не может на боку лежит телефон телефон и перебирает телефонная книга вы не хотите изучать слово божие не хотите и дальше они будут тебя вести и изучать я таких историй могу рассказать много а у нас этого нет священник должен исповедовать благовестовал или нет считаешь ли библию не считаешь отойди в сторону отойди ты враг враг словам христовым ты не имеешь духа христова ты не его римлянам 89 если бы священники сегодня стали так исповедовать только это может изменить обстановку а не то что давайте историю изучать по следам миссии алтайских миссий тут миссии никогда не было и вот идут они хоруги несут где-то на нашли фундамент где была церковь и пишут об этом где дом священника был но мы стоять и лютеране нашли где туалет лютера был тоже прославляет андрей кураев говорит чем хвалитесь ну маленько то надо смотреть дальше то но был такой константин ребенок будущий император его кресили когда его вода он в это время испражнился и спустил гной его назвали капроним гнойный андрей кураев говорит он просто константин говнюк говнюк не надо бояться этих слов то бояться все вот слово божие нам говорит собрал их всех вместе слушайте внимательно все и повелел им приказательно приказной форме повелел вот свистательный знак не отлучайтесь из иерусалима но ждите обещанного от отца о чем вы слышали от меня о чем дух святой придет и научит и будет светиться о суде о чем а грехе о суде о правде о правде о суде а какой грех что не верует в меня вот главное сидите вы можете идти вот никто слушать не будет вы не можете быть миссионером миссионеры только по двое пойдут а сейчас миссионерские отделы миссионерские институты это самая подлая поделка сатаны и в это время они самые твердолобые медные гортолбы каменные сердца самое негодное что в россии есть это не заточник а миссионерские отделы самые жестокие люди туда собираются ни одна слезинка не может расплавить их сердец я их очень хорошо знаю далее толкование сам господь назвал царство в котором обещал ученикам пить вместе с ними новую чашу царством отца называя новым питьем то которое пил вместе с ним после своего воскресенья снимать с ними с ними после своего воскресенья в это время он вкушал вместе с ними и пищу новую вкушал не таким образом как ел и пил с ними прежде до воскресенья потому что тогда сделавшись подобны нам во всем по всему по всему кроме греха он ел и пил как мы добровольно представляя плоти требовать необходимое употребление пищи поэтому добровольно допускал состояние алканье это означает о том что такого христа который алкал мы уже не знаем вот о чем как раз после живого после же воскресенья пил и ел уже не по нужде а только для того чтобы все уверовали в истинность его телесного естества равным образом и в то что он пострадал добровольно и воскрес как подобает богу и так новую пищу и новым питьем назвал ту необыкновенную пищу которую он ел и то необыкновенно питье которого он которая пил вместе с учениками после воскресенья вот что интересно когда начинаешь говорить говорить апостол павел пришел продлил слова что бог сотворил вот это блаженного филакта я уже рассказывал как удивительно бог не дал через староверов это лучшее что я нашел и много лет я вел в разных университетах занятия только по блаженному филакту я от руки законспектировал от руки а потом перепечатал и другим раздавал а теперь пришлось господь благословил издать самому трехтомник можно даже показать где-нибудь навести тебе трудного наверху красной книги это по примеру по 8 параметрам лучший за 2000 лет 240 цветных фотографий иллюстрации густава даре комментарии в твердом переплете закладками кругление корешка выделены отдельные места вот видите как все напротив каждого стиха откуда взято это легко искать но когда издавали я боялся много места займет но меня убедил тут был один я романах напанаил судников теперь он просто николай николаевич я благодарен ему до самого смертного часа буду то есть моя заслуга в том что я не противоречил я не знал вот этот шифр которым создать это он все создал дальше я уже сам верстал все мог делать но это его отдельно как корочки сделать как заголовок написать главная страница которая форзац все он вот это стирается стерли можно было там показать книгу эту ну ладно другой раз покажу заранее приготовлю дальше деяние первого глава 5 стих ибо иоанн крестил водою а вы через несколько дней после всего будете крещены духом святым выражается не в том что они заговорили говорит на незнакомых языках иных языках поэтому 50-ники харизмата они ничего не понимают у них беснование дух лжи входит в уста дух блуда они не знают этого это необходимо было тогда для подтверждения что бог приняло язычников а сейчас сегодня не надо мы и так верим главное то церковь ты теперь из язычников не из евреев евреи то где они там сидят кто их знает толкование можно доказать что и апостолы крестились не только духом но и водою только в разные времена над нами то и другое крещение над нами то над нами то и другое крещение над нами то и другое крещение совершается в одно время а тогда совершалось и раздельно потому что апостолы сначала крестились от я на водой а потом и духом святым то есть у нас это крещение в водном может быть дальше почему же господь не объявил когда сойдет дух святый а говорит только через несколько дней после сего нет а говори только через несколько дней неправильно считаешь почему же господь не объявил когда сойдет дух святый а говорит только двоеточие через несколько дней после сего. Говорит для того, чтобы они не впали в уныние, а не сказал определенно, когда сойдет Дух Святый, для того, чтобы, ожидая Его, они постоянно бодрствовали. Итак, что же удивительного в том, что Он не говорит им о кончине мира, когда по указанной нами причине не хотел объявить и этого близкого часа. Выражение «креститься» означает обилие и как бы богатство общения Духа Святого, как и крещаемого в воде, погружаясь всем телом, чувственно, как бы ощущая это, тогда как просто принимающий воду орошается не всецело, не по всем местам своего тела. Итак, в том, что теперь сказано, нет противоречия с тем, что говорится в Божественных Евангелиях. Ибо ясно, что хотя по воскресению Христа из мертвых и сказано апостолам «примите Духа Святого», и они приняли Его, то там так и сказано, что они приняли Духа Святого. Здесь же выражение «креститься Духом» означает излияние и богатство благодати руководить других, которую Господь даровал им, взойдя к Отцу. Как имея веру, они приходят к Нему и говорят «приложи нам веры, так и здесь, к тому общению Духа, какое уже имели, они получили по сошествию на них Святого Духа, приложение более сильного единения с Ним». Вот как там, говорят, омываются все части тела, как погружается человек в воде, ни о каком краплении, мочении здесь нету. Не надо тут миху придумывать всякие глупости. Только в полное погружение. Если не было, не было крещения. И священник, патриарх, если не было полного крещения, они должны найти настоящего верующего священника и покреститься. Иначе будут вывержены в другое место. И Дух Святой призывает именно по словам креститься, погрузиться в благодать, плыть в этом. Как у Иезекииля написано, вода из-под порога текла, сначала по колено, по грудь и, наконец, поплыл. Вот так увеличение восприятия к благодати. Дальше. Деяние 1 глава 6 по 8 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Значит, проявление Духа Святого заключается не в том, чтобы запереться, за стенами сидеть, или молчальничество, затворник такой-то. Все это антихристианские названия. Вот как. Не ваше дело знать времена и сроки, не догадать, когда придется, что сегодня там нектарьи разные, Россия должна у турок отобрать храм. То есть, совершенный бред несут. Но сами, говорят, греки не будет, а Россия завоюет, нам отдаст. Вот такие, это называется по-славянски бледословие. На том языке. Вот. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила в этом. Это Дух Святой, это не сила, как еретики говорят. Это личность. И будете мне свидетелями. Говорить будете о мне, не о мощах. Где? Сначала в Иерусалиме, во все Иудеи, Самарии, и даже до края земли. То есть, и Америка, все континенты услышат. Проверить, что ты в Духе Святом, вот в чем свидетельство. А если этого нет, ничего и нет. Нет. А кто Духа Христова не имеет, тот не Его, не Божий. Дальше. Толкование. Намереваясь спросить, они приходят к Учителю вместе, чтобы подействовать на Него своим количеством, так как знали прежний ответ Его. Матфея 24, глава 36 стих. Одни же том, и части никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Был таким ответом не вследствие незнания, а вследствие уклонения от ответа. Поэтому снова спрашивают. Когда услышали, что имеют получить Духа Святого, тогда пожелали узнать об этом и избавиться от бедствий, уже как достойные, так как не хотели снова подвергать себя крайним опасностям. Не теперь ли, говорят, так сильно желали они этого дня? Мне же кажется, что для них и неясно еще было, что такое это царство, так как еще не было Духа Святого, который наставил бы их. То есть, если Духа Святого нет, человек ничего не понимает. Ни писания, ни памяти нету, ни толкования, он ничего не знает. Он может ходить, учиться, курсы заканчивать, семинарии, академии, докторские, доктор богословия. Тут не надо богословия для слов. Не потому приписывал отцу знания исполнения времен, что сам не знал, но потому, что самый вопрос был излишним, и посему он с пользой для них ответил на него молчанием. Целью у него было при этом то, чтобы пресечь крайнее любопытство своих учеников, так как он послал их проповедовать Царствие Небесное. Павел говорит, что меня Бог послал не крестить, а благовествовать. А сегодня и крестители. Крестить-то не крестят, обманывают. За деньги все безбожное, просто подлое. И идет не воскрешение души, а удушение. Мертвецами наполнено церковь. А не обозначать количество времен. Не говорит им об этом времени, тогда как научил их гораздо большему. С той целью, чтобы, как не раз упоминали мы, заставить их бодрствовать. И потому что, не зная об этом, они ничего не теряли. Так как он открыл им истины гораздо высшие, чем это. Открыл, что он есть Сын Божий, что он равен Отцу, что он воскрес, что будет воскресение мертвых, что он останет суд и что он воссел одесной Отца. Скажи же мне, что важнее знать, что он будет царствовать или когда? Второе кориффиенов, двенадцатая глава, четвертый стих. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Моисей узнал начало мира и то, когда из-за сколько веков он сотворен и исчисляет годы, хотя познать начало вообще труднее, чем конец. Потом, чтобы снова не спросили его, тотчас вознесся. Если же в тех случаях, когда нужно совершить что-либо чрезвычайное и чудесное, Сын творит с такой же властью, как и отец, то тем более в случае, где требуется знание, потому что воскрешать мертвых и притом со властью, равную власть отца, гораздо важнее, чем знать день. Почему же Христос не ответил на то, о чем спрашивают ученики, но сказал, принимите силу? Здесь следует упомянуть африкийской ереси, полагавшей, что утешитель послан спустя 200 лет по вознесению Христовым на жен, считавшийся за пророчиц Прискилу и Максимеилу, и на зараженного одним и чем же с ними безумия Монтана. Тогда, говорят, исполнилось обетование, пошлю к вам утешителя. Иван Гриотианов, 16-го, 17-го. сошел. И вот так возникновение варонаевцы там были, которые, все приезжают, вот это харизматы, через сколько лет? Ну, тогда были такие, вот, Прискилу, Максимилу, блудниц двух, говорят, на них сошел через 200-400 лет. А тут через полторы тысячи лет, через две тысячи лет на них сошел, остальные не знают. И вот они объяснуются, хохочут, падают там. Ну, тут уже ничего, допустили это, исцелить их никто не может. Почему же объявляют им то, о чем они не спрашивали? Именно. Принимите силу, потому что он есть учитель. Призвание же учителя учить не тому, чего хочет ученик, но тому, что полезно знать. Вот как, вот вопрос надо задают, вот надо отвечать на то, что полезно. Так он же спрашивает, ну, мало что спрашивает, это и определи, отвечать или не отвечать. Вот у меня, где Слово Божие из Библии всегда выделяется одинаково жирным и курсивым. А тут я еще делаю красным, чтобы было лучше видно. Так как прежде говорил Матфея 10 глав 5 стих. Стих 12 послал Иисус и заповедовал им говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите. Желая, чтобы Слово Божие проповедано было прежде иудеям, а теперь оно должно было разлиться уже по всей вселенной, то благовременно присовокупляет во Иудее и Самарии, потом и до края земли. Свою проповедь они засвидетельствовали до последних пределов земли. Комментарий Игнатия Лапкина «Господь посылает слух своих по всему миру в самые потаенные закоулки, чтобы всем возвестили о браке ангция. Это дело любви принести весь примирение Создателям, сказать людям погибающим во браке, что и для них есть надежда, что Иг зовет Господин Царь Неба на брак своего возлюбленного Сына. Какой честью удостаиваться не только апостол, но и все верующие по Слову Христову. Нести благовестие там, где стон и слезы, где войны и эпидемии. Дух Святой влагает в сердца и умы своих избранников, то есть принявших истинно Святое Крещение. Уверовавших в жертву Христову говорить не то, что людям нравится, а то, что исправляет людей, поднимает со дна. Вот интересно как, смотри, вот то, что идти проповедовать и говорить, что, какой чести удостаивается не только апостол, но и все верующие по Слову Христу. Чести, и от этой чести православные отрешены, что пришел, свечку купил, поставил, пошел, друг друга не знает, чужие. Это редко-редко где настоящая община есть. А чтобы идти, благовествовать и прямо о Христе, вот я смотрю по интернету, выходят так называемые миссионеры, как они разговаривают с сектантами, ужас берет, они ничего не знают. Благовестники, да, миссионерами быть не могут, миссия принадлежит только Богу. Дух Святой посылает. Дух Святой, а на благовестие ты можешь просто взять Евангелие, идти считать людям, раздавать Евангелие, ты уже благовестник. Они не понимают, благовестие можем выйти, раскрыть, тут сто человек стоять, где свои, одни. На благовестник идут только подвое. Кирилл и Мефодий двое, апостолы подвое. Все время возникло разногласие у Павла с Варнавой. Они разделились, вместе уже не могли, но каждый еще одного избрал. Павел избирает силу, а тот взял Марка и опять подвое. Это они даже этого не знают. Или вот как соборовать. Соборуют, придут, храм набьется, священник мажет, и вот они все в масле стоят. Что? Сплошное нарушение. А какое? Призовет пресвятеров. Не пойдет к пресвятеру, а призовет. А почему? Больной и помолится над ним. Над ним, то есть вот склонился над ним и молится. Ну, это-то толковать не надо. Над ним или рядом с ним, это жаростные слова. Дерево склонилось надо мною. Ну, понятно, что надо мною, не я на дереве сижу. Если ты болен, призови пресвятеров. Сейчас там маслом заменяют, пресвятеров-то нету много. Или епископ один заменяет их. У нас епископ всегда приезжал и в тихие курочки. Вот какое дело. Даже вот это вот и все такое неразумное, неблагословенное. Иоанн Златус говорит о проповеди. Не скажи сам себе, я человек мирской, имею жену и детей. Это дело священников, дело монахов. Ведь самарянин тот не сказал, где теперь священники, где теперь фарисеи, где учители иудейские. Нет, он, как будто нашедший самую великую ловитву, так и схватился за добычу. Что может сравниться с этим? Чего не может сделать ни пост, ни лежание на земле, ни всеночное бдение, ни другое что-либо, то делает спасение брата. Это говорит, это выдержка взята, кавычки открыты, вот они, кавычки. Что тут непонятно? Ну где сегодня кто будет это говорить? Спасение брата, не монастырь, закрыться, сидеть там-то. Это антихристианское учение. Я вывел такое для себя, начитывая жития, читая Библию, что монашество в том виде, в котором оно пришло, принесло зло. большее, чем масоны, коммунисты, фашисты и все гонители мусульмане в несколько раз. Почему? Мусульман могло не быть, если бы шесть столетий проповедовали. Ни одного миссионера к ним не послали за шесть столетий. Мухаммад-то умер в 632 году только. Аналоги брали с них. А вот теперь два миллиарда с лишним. Вот они теперь и толкуют, режут голову, взрывают. Не хотели идти, теперь они сюда пришли. Игил, взрывы и прочее. Конечно, в Божьем плане все это было известно. Руки Исава на всех и руки всех на него. Дальше. Подумай, сколько раз согрешали уста твои, сколько произносили срамных слов, сколько извергали богохульств, сколько ругательств. И все это ты можешь возместить по печеньям опадшим, потому что одним этим делом сможешь очистить всю эту скверну. И что говорю очистить? Ты сделаешь свои уста устами Божьими. Вот слово Божье говорит. Дальше кавычки закрыты, вот она, кавычки, выделяю. Все на этом. Это у нас первое чтение было, но дальше будет видно по деяниям апостолов. Надо обозначить, где закончили. А вот оно, есть. Деяние 11, 9, ты себе записывай. Ты ведешь себя работу. Ты ее записывай. Да, я записываю. На. Да, у меня есть. Следующая будет так. Ну и все на этом. Вон там вверху покажи. Все на этом.